Дорогие товарищи, сейчас мы обсуждаем один из узких вопросов, это закон о патриотическом церкви. Я думаю, что вы все читали закон, но я могу передать мнение, которое было высказано об этом законе, на форуме, который состоялся в историческом деле. В общем, надо сказать, что закон очень, там общее мнение было, что закон очень сырой. И если так разобраться, то есть, что существует, вопрос-то очень сложный и тонкий, и что такое патриотизм? Патриотизм – это любовь к логике, понимаете? И вот каким образом вот это вот самое патриотизм в законе, понимаете, это вопрос, так сказать, очень тонкий. И дело в том, что у нас есть закон об образовании, а закона о любви у нас нет. Закон об образовании есть, а закона о воспитании у нас нет. А школы, школы у нас благополучно, это о воспитании крещится, мы, говорит, вам даем образовательное слово. Вот, а надо сказать, что вот в предыдущем выступлении прозвучало, что действуем разрозненно, просто без базы законодательных, общественные организации ничем не обидны, нету костига, понимаете, скилета, у которого могла бы формироваться, организовываться, ответительская работа. И, значит, одним из таких существенных моментов является то, что ответ на вопрос, а, собственно, в нашем социальном государстве этот патриотизм кому-нибудь нужен, значит, если уж нужно, то у нас должен быть соответствующий, так сказать, орган, который правительственный, управляющий, в масштабе страны, который бы этим делом занимался. А кто у нас вот сейчас, ну, покидали там, мин, спорт, мин, образование, мин, может быть, культура, а у семи нянек, понимаете, дитя без глаза, а кто у нас руководитель, с кого, кто может вот всех их собрать и сказать, ребята, ну-ка, что давайте у нас бассанок выпало. Вот, так некому, некому, получается. Так вот, в качестве одного из предложений, которое родилось вот вроде после этого форума, является, я написал об этом письме Владимиру Владимировичу Путину, такое предложение, это создать при администрации президента, может быть, гуманитарное управление. Значит, почему гуманитарное? Потому что у нас по Конституции идеологическая работа, так сказать, фактически запрещена, а патриотизм, это идеология, это не так, куда любим, значит, как смешнее ей подходить. Ну вот, это гуманитарное управление, значит, как раз и должно заниматься вот так, жемчужинами патриотизма, которые разбросаны везде, и в быту, и в семье, и в экономике, и в духовной жизни, везде это патриотизм. Да, нет, и есть, и где будет. Ну вот, ну вот, а если взять, посмотреть проект закона, наш, ну, значит, тут там, так сказать, есть одно пункт, статья, в которой на президента этот закон, на президента возлагает ответственность, то есть не ответственность, а возлагает, ему выручает как создать орган, который бы, значит, занимался патриотизмом. Вот, я не знаю, значит, как это обычно, вот я в свое время был помощником депутата в государственной доме, и немножко участвовал в составлении, в разработке законов. Так вот, я вам могу сказать, что вот такие требования, которые, значит, которые за собой ведут разработку каких-то депутатных законов, они оправляются в качестве поручения. И вот поручение, значит, к этому закону, оно и должно включать поручение к различным ведомствам, в уточнении, в разъяснянии и так далее, и так далее. Но получается у нас так, что наш закон, вот этот вот, он, я, конечно, очень, так сказать, преклоняюсь перед работой большой, которую сделали, проделали составители, разработчики этого закона, ну, вот, в этом законе есть нарушение элементарное, так сказать, правило подготовки закона. Во-первых, этот закон, значит, не имеет основания. То есть, и не имеет предмета закона. Закон должен быть предметом. Так вот, если мы, например, посмотрим, ну, во-первых, основания. Основание – это то, что нам дает, что нам определяет сферу, которую вот этот вот закон должен регулировать. Вот эту сферу. Так вот, этого, значит, основания для закона нет. Вот если будет гуманитарное управление в администрации президента, то оно в состоянии дать основание для этого закона, что, значит, определить в качестве идеологии, допустим, гуманитарное, гуманизм. Гуманизм, я думаю, что нам никто не запретит, понимаете, брать в качестве идеологии. И вот этот вот вооружился с этим гуманизмом, как дубинкой, мы можем уже что-то такое пробить. Почему? Потому что иначе, иначе, значит, все это, все эти наши потоки о патриотизме, они будут рассоплены, значит, размазаны, и никакой такой реальной патриотической работы, по-настоящему крупной работы, в осадах у нас не выпадут. Вот. А, значит, еще один первый вот в этом законе, он заключается в том, что, значит, если какие-то положения вот этого закона о патриотизме, о патриотизме, о нашем российском патриотизме не соответствуют с международными законами, то действует приоритет иметь международные законы. А как бы наш патриотизм, извините, это может пустить повод в нас. Вот это совершенно не допустимо, потому что если у нас суверенная демократия, так патриотизм у нас должен быть суверенным. суверенным. И никакие международные законы, понимаете, на наш патриотизм, не должны оказывать влияние. Никакого. Ну вот. И, значит, я должен сказать, что этот закон, он может принят быть как, ну, модельный закон. При разработке законов есть различные варианты подготовки законов. Ну вот, этот закон, так как он декларативен по существу, да, то он может быть представлен как бы пожелание в направлении, значит, дальнейшей работы для остальных разработчиков. Почему? Потому что там нет ни структуры, ни вложений, ничего нет. О чем там говорится, нельзя пощупать. Понимаете, это предполагается только, что кто-то чего-то должен сделать и так далее. Значит, таким образом законы не оформляются. Законы должны, значит, каждая статья закона должна представлять собой, так, по идее, прямого действия. Прямого действия. Возьмите вот этот проект, там ни одна статья прямого действия не имеет. И чего это? Какой это закон? Извините меня. Вот. То есть, этот закон надо еще... Направление-то там хорошее, там много всего, там и так далее. Значит, но это надо еще крупно, очень работать. Почему? Потому что в этом законе, допустим, изложена статья там, есть такая, система, значит, воспитания. И вот там система воспитания, там все изложено, все учреждения, которые могли бы воспитывать. Там единственное, нет кого, нет воспитуемого. Понимаете, я вот как управляемец профессиональный, да, я, значит, считаю, что эта система, если нет объекта, который воспитывает, она, значит, неполная, и она работает по-настоящему не будет. А что такое объект воспитания? Сам этот вот человек, на которого направлено наше вот это воспитание? А ведь это очень серьезный элемент системы воспитания. Потому что если мы вспомним, что такое самовоспитание, если мы вспомним Рахметова, который в порядке самовоспитания лежал на гвоздях, понимаете, то это вот, этого вот предмета, этого кадра, на который направлен вот этот закон, надо учитывать, надо чувствовать его в законе и давать ему рамки какие-то. Значит, ну, мне уже показывают на, так сказать, часы, но я должен сказать, что я позволю себе еще раз выступить, когда будет время, но сейчас я просто должен сказать, что, ну, заключение, что надо этот закон конкретизировать, надо так сделать, чтобы выпало что-то в осадах. Вот, в качестве предложений, которые были вот высказаны на этом самом, значит, форуме, который проходил в историческом музее, значит, там были такие предложения, по крайней линии, выдвинутые, и в патриотическом вестнике на сайте, они, так или иначе, если сейчас не изложены, то будут изложены, они заключаются вот в чем предложение, конкретное. Это, значит, ну, я уже сказал о создании в администрации президента ответственного органа гуманитарного управления, которое будет управлять движением патриотизма не то, чтобы он, это движение как-то сдвинулось куда-то с мертвой точки, а нам нужны конкретные цели и так далее, и вот это вот, и ответственный человек, с которого можно спросить. Дальше, второе предложение, это создание кодексов и присяги. Значит, это, ну, я буду об этом подробно говорить, но, значит, если президент дает присягу у нас в стране, если судья дает присягу, прокурор дает присягу, врач дает присягу, то вот эти вот самые чиновнички разного ранга, они никому ничего не должны, никакой присяги не приносят, вот, и никакому кодексу не подчиняются. Так вот, предложение такое, ряд кодексов, гражданский кодекс служащего, кодекс гражданина, в конце концов, если ты гражданин, то ты должен быть гражданином, и присяги, тексты присяги для всех и народных избранников, и, значит, в том числе и чиновников. Дальше, значит, еще, я, последнее, ну, почти последнее, это возрождение действительного творчества. Вы знаете, значит, когда страна запоет, она должна запеть в положительном плане, то есть, смысле этого слова, значит, тогда население будет патриотами, когда люди начнут петь, что как невесту Родину мы любим, да, бережем ее, вот тогда у нас будет патриотизм. А если о песне мы позабыли совсем, о песенной каурии, которая вот оживит этот патриотизм. И, значит, потом еще такой маленький такой момент, это последнее, это последнее, я не буду больше утомлять, вот у нас на Красной площади, на Красной площади есть здание, здание ГУМа. Значит, это здание захвачено частными собственниками, превращено стиральную машину, там фактически нет покупателей, но, значит, они там самое, очищаются прачечные для очистки денег, связанных. Вот это здание надо превратить в музей. Музей. У нас 70% музейных экспонатов содержатся в запасниках. Это духовный капитал, который скрывается от народа. Надо вытащить эти экспонаты из музея, из подвала и разместить на Красной площади. Красная площадь это как раз то место поклонения, место наших святых. Вот там вот, значит, должен быть организован музей, а этих менял, как сделал Христос в свое время. Менял, надо выгнать с храмом. Все, точка. Давайте проверим уважение. Точка. Мы запрашиваем вести предложение. Так.